Этого события жители и сотрудники «Атомэнергосбыт» Тверь ждали с нетерпением. На проспекте Калинина, 17, открылся обновленный офис, в котором созданы все условия для комфортной работы с клиентами, в том числе и с юридическими организациями. Тем продолжит наш корреспондент. Теперь офис на Калинина, 17, оформленный в корпоративном стиле, стал более комфортным и удобным для посетителей. При входе нового терминала самообслуживания, рядом находится администратор, работают два табло с аудиоинформированием. Все хорошо, есть места, где дождаться своей очереди, все удобно, я доволен. В зоне обслуживания физических лиц работает 9 окон. Специалисты консультируют клиентов по вопросам начисления платы за электроэнергию, выдают квитанции и справки, отвечают на любые вопросы. Взял талончик, сел, посидел, отдохнул, дождался очереди свои, решил все вопросы. Есть приложение, можно оплатить онлайн, то есть сотрудники научат, и бабушек, которые могут спокойно пользоваться этим приложением, да, и не надо никуда ходить. Здесь появились отдельный кабинет, переговорная, детский уголок, окно для обслуживания юридических лиц. В общем, учтены все пожелания клиентов, которые удалось собрать в ходе обслуживания. К этому знаменательному событию сотрудники «Атомэнергосбыт» Тверь приурочили акцию посадки кленов в ботаническом саду. Посадка клена характеризует в том числе заботу об экологии. Мы стараемся большинство наших клиентов переводить на электронную квитанцию, чтобы мы тратили меньше бумаги, да, чтобы меньше был расход деревьев. Эту идею горячо поддержали сотрудники Тверского ботанического сада, который для посадки кленов выделили один из самых красивых участков. То, что сегодня как раз делали наши друзья из «Атомэнергосбыт», это вот восстановление одной из линий жизни, которую они посадили. Это аллея, которая была историческая, которая вела и теперь вновь ведет к единственному из сохранившихся архитектурных сооружений, вот той самой первоначальной усадьбы, арочного мостику 19 века. Сотрудники «Атомэнергосбыт» Тверь надеются, что посаженные деревья будут радовать жителей областной столицы и что этому примеру последуют другие организации, заботящиеся о будущем своего любимого города.